Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В 12-й минуте первого тайма отличился Сапета. Ответный гол Крылья оформили за 12 минут до конца встречи. Главой сыграл Родич 1-1. Самарцы закрепились на 10-м месте в премьер-лиге. Лидер Ростов. Следующий поединок Рылья Советов проведут 1-го мая в Грозном с местным Териком. В поселке Рощинский прошло первенство по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерала Александра Баранова. В соревнованиях приняли участие даже 7-летние бойцы. Я считаю, что не только этот вид спорта, а подобные виды спорта должны регулярно проводиться везде. Задача такой, чтобы охватить как можно больше молодежи, которая была бы воспитана вот в таком духе, как вот сегодня в этом гарнизоне. Рукопашный бой разработан в Советском Союзе специально для армии в 1979 году. Его авторы – энтузиасты из воздушно-десантных войск, спецназа и других особых подразделений. Поэтому этот вид спорта – хорошее подспорье для тех, кто решил пойти служить в армию. Папа сказал, давай попробуем, я сказал да. Мне нравится биться, выходить. Сегодня соревнования по рукопашному бою переживают второе рождение. И армейский рукопашный бой, долгое время считавшийся закрытым спортом только для военных, становится доступным для всех желающих. Армейский рукопашный бой – такое универсальное спортивное соревнование, которое позволяет проявить быстроту, ловкость, умение, напор, умение участвовать в соревнованиях. Ну и стараться победить. Наверное, это очень важно для молодых людей, которые будут будущими защитниками нашего отечества. В ближайшее время победители первенства и просто хороших бойцов ждут новые соревнования. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.